почему гудит или жужжит автомат в электрощите под нагрузкой и что делать всем привет вы на канале технических решений энергомаг меня зовут александр сегодняшнее видео будет интересно и полезно как для профессионалов так и в познавательных целях любому человеку поэтому я рекомендую вам досмотреть сегодняшнее наше видео от начала до последней минуты чтобы не пропустить все важные детали готовы тогда поехали довольно часто люди сталкиваются с такой проблемой как внезапное появление ненормального звука работы вот автоматического выключателя в щитовой если небольшое гудение электромагнитного пускателя мало кого удивляет а некоторые люди даже считают этот эффект его привычным режимом работы хотя для новых аппаратов это не так то что же делать когда у вас загудел подобным образом или зажужжал автомат стоит ли его тут же менять или причина кроется вовсе не в нем а в электропроводке или подключенной нагрузке давайте вместе будем разбираться прежде всего запомните что все автоматы устанавливаемые щиток при нормальных условиях эксплуатации никогда не должны издавать никаких звуков если же этот звук появился то в первую очередь определитесь на что он больше похож гудение или жужжание от этого во многом и будут зависеть все ваши дальнейшие действия такие звуки появляются когда автомат находится под напряжением и под нагрузкой то есть через него протекает ток при этом чем больше эта нагрузка тем громче будет шуметь автомат рассмотрим первую неисправность а именно гудение если же ваш автомат при работе издает звук подобно пускателю или контактору это говорит о его дефекте или браке не ищите здесь повреждений в электропроводке плохих контактах и так далее гудящий автомат однозначно нужно заменить хотя это не говорит о том что защита у него будет работать не так как нужно он как по-прежнему может исправно отключать и срабатывать при коротких замыканиях но сколько времени он так проработает месяц или два либо сгорит в любой момент вы никогда не узнаете заранее при этом если в электро щитке он стоит в одном плотном ряду с другими исправными автоматами его внезапное повреждение или воспламенение подтянет за собой выход из строя всех соседних коммутационных аппаратов поэтому с заменой лучше не тянуть и сразу же купить другой не слушайте советов тех кто рекомендует просто постучать по корпусу автомата каким-нибудь тупым предметом например обратной стороной отвертки якобы после этого звук пропадает заменить автомат не такая уж и сложная работа а некоторые электрики это проделывают даже под напряжением также не пытайтесь самостоятельно его отремонтировать или разобрать подобные модульные устройства делаются одноразовыми и не подлежат восстановлению в домашних условиях собираются они вовсе не на винтиках а на заклепках эти заклепки можно только высверлить если вы это сделаете то внутри увидите следующую картинку единственное что тут может гудеть это катушка отключения или электромагнитный расцепитель который срабатывает при коротких замыканиях его сердечник постоянно находится в магнитном поле и если он недостаточно поджат то действительно будет издавать подобный звук под воздействием электромагнитного поля катушка входит в резонанс и начинает вибрировать может быть такое явление что при включении других приборов звук пропадает но дело здесь не в приборе а в изменении нагрузки и соответственно плотности индукции вслед за ней изменяется амплитуда вибрации а следовательно и гул хотя в исключительных случаях отдельные виды аппаратов действительно могут оказывать на автомат подобный эффект и заставлять его гудеть например это может быть вызвано подключением сеть потребителей с импульсной нагрузкой это такие потребители как блоки питания компьютеров или светодиодные ленты стоит отключить модную светодиодную подсветку и шум исчезает исправить вы этого не сможете потому как одни автоматы изначально воспринимают такую нагрузку нормально и работают без посторонних шумов ну по крайней мере вы их не слышите а другие будут действовать вам на нервы и гудеть как трансформатор поэтому мой совет повторю еще раз если автомат гудит меняйте его на другой не обменяйте в этом электриков они здесь ни при чем просто к сожалению вам попалось бракованное изделие это может быть заводской брак неизвестные условия транспортировки например падение или удара по корпусу неправильное хранение к примеру в сырых помещениях возможная подделка и многое другое поэтому покупая даже известные бренды такие как и биби хаггер шнайдер и другие они дешевые вы все равно можете нарваться на неприятность спасает от этого только предустановочные испытания и прогрузка автоматов длительным первичным током но в домашних условиях вы не сможете это сделать видео по теме как заменить автомат под напряжением и без напряжения ошибки и правила уже выходила на нашем канале и вы можете его посмотреть по ссылке в описании если вам нравятся наши видео и вы хотите получать еще больше информации по теме электромонтажной работы присоединяйтесь к нашей группе в фейсбуке будем рады ссылка в описании идем далее а вот со звуком в виде жужжание уже немного посложнее если вы услышали из своей щитовой именно жужжание а не глухой гул срочно ищите причину иначе дело дойдет до беды такой звук провоцирует небольшая электрическая дуга возникающая при плохом контакте этот шум может то появляться то исчезать ваша первостепенная задача определить конкретное место появления этого очага искрения путем поочередного отключения всех автоматов в ряду нагрузку при этом из розеток не выключайте иначе треск может пропасть когда нашли неисправный автомат внимательно осмотрите его контакты в отличие от первого случая гудения сам модульный автомат или его внутренние компоненты здесь могут быть не причем как правило виноватым оказывается недостаточно хороший контакт в месте подключения жил кабеля к клемме а что делать если все контакты вы осмотрели а видимых следов искрения или подгорания так и не нашли в этом случае отключите напряжение во всей щитовой отщелкнув в одной автомат далее подтяните отверткой винтовые зажимы всех коммутационных аппаратов щитке если у вас есть специально изолированная отвертка электрика то сделать это можно и без полного снятия напряжения но я вам все-таки рекомендую пригласить для таких работ грамотного профессионального электрика после этого включите всю нагрузку заново если звук так и не исчез тогда уже меняйте неисправный автомат нельзя оставлять все как есть даже если видимых следов плавления незаметно не забывайте что чаще всего источником пожара в квартире или доме является именно электрощитовая а начинается все с маленького автомата именно в щитовой сконцентрирована вся нагрузка и наиболее плотно расположены все аппараты и провода коммутации стоит возникнуть открытой электрической дуге и она тут же перенесется на все соседние элементы кстати если вот искрение в розетках уже и появилась хоть и не совсем совершенная но более-менее работающая защита в виде узис то вот сама щитовая вот этого практически никак не защищена следует заметить что работу по перетяжке всех контактов необходимо проделывать в обязательном порядке хотя бы один раз в год даже если у вас ничего не жужжит и не искрит тем более если не известно с каким усилием затягивали контакты автоматов может быть и не дотянули малозаметный 0,1 ньютон метра а он впоследствии сыграл свою роль поэтому ежегодная ревизия электрощита дает гарантию безопасной и надежной работы всех защитных аппаратов щитовой от автоматов до узов и различных реля также нагрев контактов еще в начальной стадии легко выявляется при помощи недорогих пирометров визуально место нагрева можно и не заметить первоначально небольшое теплое пятнышко образуется именно на корпусе сбоку если ваш автомат стоит в середине целой сборки то вы его точно пропустите а стоит прозевать этот момент и уже на клемме появляются следы подгорания и оплавления при этом из-за защитного кожуха внешние дверцы на электрощитке или некорректно установленной пломбы вы их не увидите пока не появится явный запах автоматы с такими подплавленными контактами также необходимо заменить чаще всего это возникает при подсоединении алюминиевых жил например при подключении к водному автомату провода си еще такой плохой контакт может образоваться при подключении к одному разъему нескольких жил разного сечения это уже будет косяк и вина электрика а не производители автоматов еще одна распространенная ошибка зажатие в клемме проводов вместе с изоляцией вы этого не заметите пока не ослабите зажим и не вытащите жилу все это постепенно ведет к нагреву как правило появление звуков жужжания может предшествовать образование посторонних запахов так что в том чтобы периодически так сказать нюхать свою щитовую нет ничего зазорного если запах появился это свидетельствует о начале процесса разрушения и плавления пластикового корпуса защитного аппарата в этом случае нужно немедленно обесточить всю квартиру и найти дефект зачастую вместе с автоматом приходится менять и подгоревшие провода с такой оплавленной изоляции подключать проводку к новому автоматическому выключателю уже нельзя ну вот и вся надеюсь полезная информация по теме что делать если автомат гудит или жужжит если видео понравилось не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео среди своих знакомых друзей и в социальных сетях оставайтесь подписчиком нашего канала становитесь подписчиком нашего канала на нашем канале будет не скучно на нашем канале будет интересно всего хорошего а а а а Субтитры сделал DimaTorzok